Я хочу сказать о пациентах, которые принимают участие сегодня и почему мы делаем такой упор и акцент на тех людей, которые сегодня живут с этими заболеваниями, которые каждый день сталкиваются с проблемами, которым страшно, которые находятся один на один, когда у них нет денег на лечение. Например, где найти 1 миллион гривен в год человеку, который нуждается в постоянном пожизненном лечении. Почему наша организация занимается проблемой редкостных заболеваний? Мы начинались как организация, которая занялась проблемой вирусных гепатитов. Я сама пациент, у меня вирусный гепатит, я с ним живу и я проходила и знаю те проблемы, с которыми сталкивается любой больной, который серьезно болен в этой стране. Потом к нам обратились люди, живущие с заболеванием, с болезнью ГАШЕ и мы встречались, работали и адвокатировали некоторых пациентов. Почему я хочу сказать о важности пациентского движения в этой теме? Потому что диалог между пациентом и государством, как правило, проходит как-то вот тихо. Мало кто знает о том, что есть такая девочка Ира Долгова, которой нужно это лечение. Мало кто знает в этой стране, что другие люди нуждаются в огромных суммах и не знают, как искать эти деньги. Но если говорить в общем и подводить какие-то общие закономерности этих проблем, то можно сказать о двух. Первое – это несовершенство правовой нормативной базы. И второе – это отсутствие денег на лечение. Очень большой путь нужно пройти пациентам, которые живут с редкими заболеваниями, чтобы достичь хотя бы того уровня понимания, которое уже есть в Европе, которое уже начинает происходить в России. И чем характеризуются эти пациентские движения? Они объединяются вокруг темы. И хоть больных с редкими заболеваниями мало в каждой болезни, но их много в целом, по европейскому положению редким заболеваниям считается одно на две тысячи. Но в нашей стране даже нет этого определения. И некоторые заболевания сгруппированы, как, например, редкие лизосомные. Но есть единичные случаи других заболеваний, которые не знают, как себя вести, не знают, как с ними жить и так далее. Когда меня спрашивают, а зачем я всем этим занимаюсь и что мы можем с этим сделать? На самом деле пациент может сделать многое, если он будет знать, что делать, как делать, кому идти, какие слова говорить и так далее. Есть разные крайние меры борьбы за выживание. Например, 2-го числа соберутся больные почечной недостаточностью, которые не получают гемодиализа и умирают. Они собираются встать под стены кадмина и рассказать правительству о том, что они умирают. Это крайние меры. Но что делать людям, которые умирают и не получают лечения? Есть другие пути. Пути открытого диалога между всеми заинтересованными, с привлечением экспертов, которые являются патриотами этой темы, с привлечением общественных лидеров, с привлечением известных лиц. И тогда возможности увеличиваются. И то, что у нас сегодня присутствует пресса, дает нам надежду на то, что проблемы людей с редкими заболеваниями будут услышаны как можно больше аудитории, как можно большим количеством врачей и как можно большим количеством людей, принимающих врачи. Министерство охорони здоровья надало пропозиции, еще тогда Министерство о справах семьи, молоди и спорта, свои пропозиции щодо включения заходов до государственной программы. А вот так, в 2011 році вперше на скринінг рідкостних захворювань, підкреслюю, скринінг, тобто виявляємість, виділено на скринінг усіх новонароджених, тобто 100%, на фенилкетонорію та гіпотиріоз 6 млн грн. Крім того, на скринінг вперше в 2011 році, як держава на Європейському регіоні, навіть в Росії цього немає, скринінг на мукові седоз всіх новонароджених, виділено 8,5 млн грн. В 2011 році вперше в державному бюджеті передбачено на скринінг 100% новонароджених на адреногенітальний синдром. Крім того, на лікувальне забезпечення й тих хворих на хворобу ГШ протягом 4 років відділяється 2 млн 322 тисячі. Так, це є дуже мало, вірніше 5 млн, вибачте, 5 млн 233 тисячі гривень. Це є практично 25% від потреби, тому що на всіх дітей хворих на хворобу ГШ потрібно близько 23 млн. Крім того, на хворобу дітей хворих на фінілкіто-норії держава виділила в цьому році 6 млн грн. Всі діти віком від 0 до 3 років будуть забезпечені лікувальним харчуванням, закуплені за кошти державного бюджету. Отже, я спростовую ваші чутки щодо невідповідності законодавчого забезпечення та відсутність єдиної державної політики. Дякую!